...отчасти на мировоззрении именно нашим местным Украины и соседних стран. Когда мы были в школе, мы хотели фокусироваться на локальных местах, я имею в виду, Украина и Ирия вокруг. И самый лучший специалист, которого я знаю, по вероисповеданию, по церкви, которые имеют огромное влияние и в Украине, и в соседних странах, это Сергей Юрьевич, он же ипископ Журавлёв, реформаторской церкви, православный. So, the person who is the best, the best professional in all of these issues is Сергей Юрьевич. He is a bishop of Ukrainian Reformation Orthodox Church. Oh, not only Ukrainian, but also Slavic Orthodox Church. Я слушал, вернее, смотрел его лекции по истории церкви еще в 2006 году и был очень удивлен, восхищен этими лекциями. И многие из нас могут найти литературу, информацию про западную церковь, но, к сожалению, по восточной церкви, как складывались традиции вероисповедания, мы очень мало знаем. Lots of us can find lots of information which is basically based upon western world, but as for the eastern world, we actually really lack for this information. И на этой неделе у нас будет очень такая хорошая возможность узнать о восточной церкви, о восточной церкви. And this week we're going to have such a wonderful opportunity to get to know about the Eastern Church, about the Orthodox Church. задавать вопросы. Ask questions. И, конечно же, я еще попрошу, чтобы вначале Сергей Юрьевич он рассказал такие два важных своих свидетельства, чтобы знали, какой путь он прошел. And, of course, in the beginning I would rather ask Сергея Юрьевич to tell two of his testimonies, for you to get to know him better and which way he came through. Это как он уверовал, как он встретил Господа, и как он, будучи уже священником, знал о... ну, принял Христа. This is how he got to know the Lord and how he accepted him in his heart. К сожалению, так бывает, что в церкви православной или простые люди, священники, могут служить много лет Господу и не знать Христа. И как раз это неделя, это то время, когда мы сможем об этом поговорить, узнать, почему так происходит. And this week is a very special time for us to get to know why does it happen so. Узнать и негативные, и позитивные стороны православной церкви. To get to know negative and positive sides of the Orthodox Church. И просто знать, как служить людям, которые считают себя православными. And just to get to know how to minister to the kind of people who consider themselves to be orthodox. Надеюсь, вам понравится. Надеюсь, вам понравится. Сергей Юрьевич, большое спасибо за вас. Сергей Юрьевич, you're welcome here. Молитесь за его здоровье. Он вчера очень много учил, был в дороге, немножко приболел, но все равно согласился сегодня приехать учить. Спасибо вам. Спасибо всем вам за внимание. Всех вас приветствую именем Господа Иисуса Христа. Благословляю всех вас, люблю вас, потому что молодежь с миссией, она в моей молитве. И хотя здесь я первый раз у вас, но в своем служении я часто пересекался с молодежью с миссией. Большей частью в России. Я сам родился и вырос в России. Украина стала моей второй родиной. Где как реформатора я состоялся. И сегодня смотрят меня онлайн, это моя семья. Так что от них от всех большой всем привет. Они в России сейчас, в Туле. Так что привет вам от моей супруги. Ее зовут Инна. От наших шестерых детишек. У нас три мальчика и девочки. А также смотрят мои внуки. Моя внучка Алина. И мой внук Антон. И мои три года смотрят. Так что сегодня у нас такая трансляция. И пишу видео для своих друзей. Я очень хочу, чтобы то, о чем буду говорить сегодня, многим послужило на пользу. Как Александр говорил, я на самом деле хочу свидетельствовать. Я хочу рассказать о себе. О своем служении Господу. О своем пути с Господом. Не только об истории Восточной Церкви как таковой в целом. Но и о своей личной истории как части этой Восточной Церкви. Я думаю, это обогащает лекции. Я думаю, это помогает людям как раз увидеть, как служить людям определенной культуры религиозной. Я думаю, это помогает увидеть, как принести к людям в целом. Я являюсь православным священнослужителем уже больше тридцати лет. Я являюсь православным священнослужителем более тридцати лет. С 1987 года по 1996 год я был священнослужителем традиционной русской православной церкви. Да. В 87-м и в 88-м годах я начинал как чтец, как диагон. В 91-м начало служение как священник. И это было в России. И до 96-го года моя судьба была связана только с Россией. Я не думал никуда уезжать и не думал, что буду служить где-то еще помимо России. Украина для меня была вообще чужой страной. Украина была как странная страна, которую я не знаю. Но в 97-м она стала у меня родной моей страной. Но в 1997-м это страна стала моей родной страной. И я называю ее уже своей второй родиной. И я называю ее своей второй родиной. На сегодняшний день я являюсь украинским священнослужителем, епископом. Но я служу не только в Украине, но и продолжаю служение в России, в Белоруссии. И в других странах бывшего союза. Потому что церкви моей епархии находятся в разных странах бывшего союза. Потому что церкви моей епархии находятся в разных странах бывшего союза. В Грузии, в Молдове, в Румынии также. С чего начать? Господь, благослови нас. Благослови эту школу. Благослови этих прекрасных людей. Которые свою жизнь посвятили Тебе. Которые с великой миссией. Великим поручением. Несут Евангелие Твою этому миру. Благослови сегодняшний урок. Благослови, Господь, эти дни в Твоем Святом присутствии быть нам. Потому что Ты есть наш Учитель. И мы без Тебя ничего не можем сделать. Но с Тобой мы можем сделать все. Спасибо Тебе за все. Аминь. Аминь. Я начну с самого начала. Не того древнего начала. В начале было Слово и Слово было Богом. Я начну с начала моего начала. У каждого из нас есть свое начало. Как человека. Каждого из нас Бог образовывал внутри наших матерей. Слава Богу за наших родителей. Мы появились на этот свет. Но есть прекрасное начало, когда мы переживаем встречу с Богом. И как мы рождаемся от наших мам и пап, мы рождаемся от Бога. Новым святым рождением рождаемся. И это самое великое таинство. Есть много тайн в этом мире. Но это самая великая тайна. Когда человек рождается свыше. Рождается от Бога. Иисус говорил об этом в 3 главе Иоанна. Это не было новым учением для евреев. До Иисуса об этом говорили в Израиле и много говорили. Ко времени прихода Машиаха, ко времени Рождества Христа, эта тема была очень популярной. Была даже богословская школа, которая именно на этом строила очень многое. Школа Шамая. Иисус сказал Никодиму, ты один из ущелей Израиля, разве ты об этом не слышал? Потому что об этом многие говорили, многие знали. Но Иисус акцентировал внимание на чем? Что если ты не родишься свыше, ты даже не видишь Царство Божьего. Я думаю, у нас есть определенное понимание у каждого рождения свыше. Но и даже до Иисуса, еще перед приходом Христа, говорили об этом, что это должно быть через встречу с Богом. А духовное перерождение человека происходит. Перед приходом Иисуса две школы главных богословских главных. В Израиле. Школа Шамая и Школа Гелеля. Школа Гелеля говорила, что не надо за тебе возрождаться свыше. Ты еврей, ты обрезан, ты кошерен, и тебе это достаточно. Не постарайся исполнять заповеди. Гелеля сказал, что ты не должен быть родственным. Ты уже еврейский человек, ты был скручен. И ты делаешь все эти ритуалы, и ты не должен быть родственным. Хотя Гелеля не отрицала возможности духовного перерождения и рождения свыше, не отрицала это. Но он говорил, если Бог решил человека возродить, он возродит, если нет, то нет. Он верил в духовное рождение отдельных людей, пророков. Но Шамай, великий учитель Израиля, он говорил, что Шамай старший, говорил, что любой еврей, и даже больше того, любой человек на этой земле с разных народов, уверовавший в Бога Израилева, может духовно переродиться. То, о чем я говорю, христианам многим неизвестна тема. Я изучаю иудаизм, потому что это корень, это основа, с которого христианство вытекло. И как православному реформатору мне это очень важно знать и понимать. Иисус дал подсказку, что рождение происходит через Него, что Он есть ответ свыше неба. И одно из объяснений магия Давида, звезда Давида. Два треугольника. Есть много разных объяснений. Триугольничек, который острием вверх, это устремление человека вверх. А треугольничек острием вниз, это устремление человека к нам, людям. Мне нравится, когда еще чашу внутри рисуют, или же крест, или не крест. Это действительно мессианский знак, что кровь Иисуса Христа, Новый Завет стал воплощением этой мечты древней. Это мечты. Это мечты. Древней мечты. Это древняя мечта. О, да, у меня есть мечта. Да, как Мартин Лютер говорил. Значит, и у Бога есть мечта. Древняя мечта. И у человечества есть мечта. И эти мечты сходятся в Иисусе. Иисус воплощение мечты Бога и воплощение мечты человечества всего. И школа Шамая, и школа Гелеля, они говорили, что израильские эти школы, что ответ на все вопросы человека, они в Писании. И в Писании много книг, в еврейских писаниях много книг. Есть одна очень удивительность и странная книга. Есть одна очень удивительность и странная книга. Книга Песня Писней. Это песня или песни? Шир гаширин. Шир по-ембельски пения. Шир в Евгейском языке в Европе means singing. Да, красиво. Английский тоже очень красиво. Это красиво. Английский очень красиво. На позавляйском языке. Я просто нужно общаться с английским. Вот. Вот и шивка шерим, шивныш пение, песни всех песней. И это песни любви. Воспевается любовь мужчины и женщины. Это та любовь, с которой мы все рождаемся. Но с самых древних времен, в этой песне, песней, видели образ взаимоотношения Бога и человека, человека и Бога. И вот есть стих в песне, песней, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному мне. Ладно, я расскажу о себе. Начну с того, что я умрю. Смерть это не очень такое начало. В моем случае так и произошло. Я вырос в семье атеистической, неверующей. Потомственные там, ну, по отцу моя родня, это ветераны ЧКИН, КВД, ну, как КГБ. Мои дедушка-бабушка были ветеранами ЧКИН, КВД. Сталин, времен Сталина еще, короче. Служили в репрессивно-порганах. Они были коммунистами, были ярыми атеистами. Они были коммунистами, они были атеистами. Они были ответственны за концентрационные организации, концентрационные кампы. Концентрационные кампы, звучит как-то правильно. Концентрационные кампы. Ну, да, да. Ты мне прикольно. Ты мне прикольно. Нет, мне хорошо получается, интересно. Да, значит, и... Я волнуюсь тоже. Когда об этом рассказываю. То есть я о Боге ничего не знал. Абсолютно, ноль. Хотя по маме моей, моя родня называлась мусульманской роднёй. По-моему, по-моему, ее семья, генерация, историю, была исламичной. Потому что я по-моему, тоталин. Потому что я по-моему, тоталин. Татарин, тоталин. По-моему, я еврей. И родился, родился и вырос русским атеистом. И я росла, как русский атеист. Вот. И потому что ни та, ни та родня ничего о Боге не знали и не говорили вообще. Но я пережил с ним первую встречу. Самую незабываемую встречу. Мне было 12 с половиной лет. Я заболел и я умер тогда. Была двусторонняя пневмония и воспаление лёгких. Была пневмония и инфляммация.